Здравствуйте! Сейчас разберем тему галогены. Общая характеристика. Седьмая группа под группой галогенов. К ним относятся фтор, хлор, бромь, йод. Электронные формулы выражены в виде таблицы. Фтор. У фтора 9 протонов, 10 нейтронов, 9 электронов, молекулярная масса 19. Электронная формула 1С2, 2С2, 2П5. Графическая формула 1С2, а потом 2С2П5. Но последний энергетический уровень составляет 1 электрон. И поэтому фтор может быть 1 валентин. Следующий хлор. Протонов плюс 17, электронов минус 17, нейтронов 18, молекулярная масса 35,5. Электронная формула 1С2, 2С2, 2П6 и последний энергетический уровень 3С2, 3П5. Точно похоже на фтор. Следующий, бромь, протонов 35, электронов 35, нейтронов 45, молекулярная масса 80. Электронная формула 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6, 4С2, 3Д10 и 4П5. Последний энергетический уровень 4, и на нем электронов так же, как и у хлора. Следующий, йод, кристаллический. Протонов 53, электронов 53, нейтронов 72, молекулярная масса 127. У йода на последнем энергетическом уровне столько же электронов, как у брома, хлора и фтора, 5С2, 5П5. Окислительная способность усиливается, так как радиус у атомов уменьшается. Сверху вниз окислительная способность ослабевает. Все галогены являются типичными окислителями, так как им до завершения последнего энергетического уровня нужно принять 1 электрон. Проявляют степень окисления 0, минус 1, плюс 1, плюс 3, плюс 5, плюс 7. Это можно выразить формулами. Они написаны внизу, под каждой степенью окисления. У фтора степень окисления может быть только минус 1. Значение степени окисления объясняется электронным строением внешних энергетических уровней атомов-галогенов. Молекулы галогенов двухатомны. Фтор-2, хлор-2, бром-2, йод-2. В группах сверху вниз окислительная способность ослабевает, так как растет радиус атома. Поэтому более активные галогены вытесняют из соединений, менее активные. Например, хлор-2, плюс 2 калий-бром, получается бром-2, выпадает в осадок, плюс 2 калий-хлор. Второй пример. Бром-2, плюс 2-H-йод, получается йод-2, стрелочка вниз, плюс 2-H-бром. Фтор наиболее электроотрицательный. Он может принимать 1 электрон. Поэтому фтор бывает только одновалентным.